Уважаемый Президиум, депутаты, приглашенные! Основным итогом работы 2016 года нужно считать два события. Выполнение гособоронзаказа в полном объеме и номенклатуре. Изготовление первого вертолета К-226Т корабельного базирования. Подробнее об этом, при выполнении гособоронзаказа после 25-летнего перерыва предприятие выступило организатором восстановления производства нового типа корабельного противолодочного вертолета К-27М в масштабе промышленности всей страны и после 30-летнего перерыва вертолета К-29. Это открывает перед нами возможность получения следующих заказов еще на 38 вертолетов данного типа. Впервые мы выполнили и сервисный контракт для Министерства обороны и поставили всю номенклатуру заказанного нам оборудования. Пока К-226Т мы изготовили первый вертолет новой серии, особенностью которого является не только корабельное применение за счет складывающихся колонки, но и совершенно новое оборудование, впервые примененное на этом вертолете. В настоящее время изделие проходит летное испытание в составе корабля. Выполнение этой работы позволит нам получить заказы для оснащения корабельно-береговой охраны и других силовых структур в общем количестве более 120 вертолетов. Сегодня определенностью можно сказать, что наш К-226Т стал вертолетом, который полюбили структуру специального назначения. Появление корабельного вертолета проявило к нему интерес со стороны двух зарубежных заказчиков с потенциалом заказа около 40 вертолетов. В общем итоге в 2016 году было произведено и отремонтировано 16 вертолетов с выручкой от реализованной продукции и 6 миллиардов рублей. Что касается 2017 года, то в 2017 году продолжается работа и по упрощенной версии К-226Т. Мы видим в этом году возможность применения вертолета для спасательных операций и медицинских целей в экстремальных условиях и для обучения пилотов вертолетной соосной схемы, то есть для тех задач, которые выполняет сегодня вертолет К-226-80. Сформирован пакет заказа на 2017 год. Он состоит из реализации 18 вертолетов с запланированной выручкой на 45% больше, чем в 2016 году. Если говорить о других важных событиях, то безусловно это подписание в 2017 году ряда контрактов на поставку новых вертолетов К-32А-11БС и модернизацию с капитальным ремонтом вертолетов К-28 для Индии, а также продолжение контракта с Министерством обороны на модернизацию вертолетов К-27М. Стоит задача и по привлечению авиационной техники, поставленной ранее в эксплуатацию в страны ближнего и дальнего зарубежья, а для ее ремонта и глубокой модернизации. В 2016 году и по сегодняшний день ведется работа по омоложению кадрового состава. Практически в полном объеме поменялся управленческий персонал. Происходит омоложение руководящего состава подразделений. Если раньше управленческий персонал состоял из иногородних руководителей, то сегодня это жители нашего города. Средний возраст работников предприятия составляет 41,7 года. Что ниже по сравнению с 2015 годом на полтора года. Состав работников пенсионного возраста 16,7%, работников до 30 лет 23,4%. Общая численность предприятия составляет 3950 человек. Сегодня предприятие работает над усовершенствованием экономической модели, развитие, снижением издержек производства, выведением непрофильных активов и структуры предприятия. Реализация пустующих площадей, зданий и сооружений, снижая тем самым себестоимость изготавливаемой продукции. Нельзя забывать и о том, что предстоящий год юбилейный для нашего предприятия. Нам предстоит решить большое количество задач, в первую очередь улучшение качества труда, повышение заработной платы, модернизация всей инфраструктуры предприятия. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Федорович.